Уже не раз я натыкался на комментарии в соцсетях и лично не раз слышал о том, что благодаря нашим видео люди начинают играть на гитарах или возобновляют это давно оставленное занятие. И это прям безумно приятно, и мне хотелось бы поблагодарить вас за такую поддержку, это очень важно. И в связи с этим нам хотелось бы рассказать об одной компании, которая в свое время очень сильно повлияла на развитие музыкальной индустрии и нашей любимой темы, в частности, это гитара. Это компания Дитсон и Кло. Ольвер Дитсон стал одним из лидеров издательского отдела в конце 19 века, начале 20 века. В 1835 году он основал свою собственную компанию и объединился с Сэмьелом Паркером, фирму Паркер и Дитсон. Начав с весьма скромного старта, компания Дитсон превратилась в империю, которая заняла достойное место в истории издательского дела. Партнерство продлилось до 1842 года, после чего Дитсон приобрел оставшуюся часть компании и, наконец, в 1857 году, объединив усилия с Джоном Хейнсом, была образована компания Ольвер Дитсон и Ко. Компания продолжала расширяться по всей Северной Америке и за ее пределами. Дитсон предвидел ценность налаживания связей и создания корней во многих крупных городах, как Нью-Йорк, где экономика была сильной и имелся большой потенциал для распространения его публикаций. Он выкупал другие издательские фирмы, начиная, как правило, с небольших. Между тем, компания не ограничилась исключительно издательской деятельностью. В 1861 году компания создала дочернюю фирму John C. Haynes & Co., которая занималась изготовлением и ремонтом музыкальных инструментов. В 1867 году он сделал большой шаг, приобретя компанию по производству Flate, которая называлась First & Sun Company в Нью-Йорке. С этого момента компания поглотила многие крупные фирмы в Соединенных Штатах. Приобретая фирмы в других областях, Дитсон создавал новые компании, которыми управляли его собственные сыновья. Он направил Чарльза Дитсона и Джеймса Дитсона в Нью-Йорке и Филадельфию, соответственно. Интересно отметить, что значительная часть мелких фирм, которые он приобрел, находилась в этих двух городах. Он получил каталоги этих фирм и приобрел ресурсы, необходимые для успешного создания собственных дистрибьюторских центров. Дитсон также вкладывал финансовые средства в создание других фирм, в частности, арфовой мануфактуры Лэн и Хелли, которая находилась в Чикаго и Джон Си Чорч в Сенсенате. Он привлекал композиторов в свой издательский бизнес из каждого города, которым, в свою очередь, было очень выгодно сотрудничать с таким издателем, как Дитсон, который мог широко испространять их произведения в своих сборниках. Таким образом он завоевывал им популярность. На карте видна география фирм. Каждая из них либо была основана семьей Дитсона, либо получала финансовую поддержку от компании, либо была куплена, либо использовалась как место распространения продукции. При анализе этой карты и расположении фирм Дитсона выявляется тенденция, согласно которой Дитсон покупал компании в новых городах, прежде чем основать свои собственные. То есть эта стратегия оказалась эффективной. Дитсон умер в декабре 1988 года и вскоре после этого генеральным директором становится Джон Хейнс. В 1994 году Хейнс основал фабрику по производству флейт Боухэм. Это предприятие, хотя и было недолговечным, но оказало очень значительное влияние на эту отрасль в Соединенных Штатах. К началу 20 века подразделение Хейнс больше не производило инструменты, оно превратилось в розничные магазины, продающие пианино и инструменты под именем Дитсон. В 1907 году Чарльз Дитсон, старший сын Оливера Дитсона, сменил Хейнса на посту президента. И в 1915 году происходит интересное событие. Это бум гавайской музыки и массовые продажи укулелей. Гарри Лихант был менеджером Нью-Йоркского филиала компании Дитсон и специалистом по продажам струнных инструментов. В своих путешествиях и поездках он заметил растущую моду на укулеле. Чтобы удовлетворить спрос, Дитсон начинает сотрудничать с несколькими производителями, которые делают для него инструменты под его штампом. И на этом моменте начинается сотрудничество с компанией Мартин. В дальнейшем я буду очень часто упоминать эту компанию, так как она больше всех повлияла на облик современной акустической гитары. На тот момент компанию Мартин возглавлял старший сын основателя компании, Кристофера Фредерика Мартина, Фрэнк Генри. И его идея для увеличения продаж своей компании заключалась в том, что вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими конкурентами из Чикаго, из Нью-Йорка, он решил конкурировать более окольным путем, поставляя крупным музыкальным магазинам и оптовым дистрибьюторам, которые имели свои собственные уникальные марки инструментов. То есть он решил делать эксклюзивные модели для магазинов, как, к примеру, для нас делают гитары GMD под лейблом Jungle. Как оказалось, эти дилеры точно знали, чего хотят их покупатели, и благодаря этому Мартин создавал новые модели формы, которые продавались гораздо лучше, чем традиционные гитары на жирных струнах. Это был малорискованный способ для Мартина идти в ногу со временем, по крайней мере, так считал Фрэнк Генри. Итак, возвращаясь к 1915 году, в мире бум гавайской музыки и для компании Дитсон очень важно поддержать спрос на эти инструменты. И помимо укулеле, они просят сделать Мартин гитары по их спецификациям. Две модели в двух разных корпусах. Стандартный и концертный. Но они по-прежнему имели очень маленькие корпуса. К примеру, модель Style 11 по размеру походила на Мартин формы 0. То есть это парлор, но с более барочным внешним видом, характерным для изделий дитса. Эти гитары делались с радиусными накладками, а не с прямыми. Порожки делались стандартные, а не высокие, как на более поздних гавайских слайд-гитарах. Они были снабжены специальным экстендером, чтобы можно было легко переключаться с испанского на гавайский стиль. И в том же 1915 году, благодаря живому интересу Гарри Ханта, Мартин начинает полномасштабное производство укулеле. Причем компания создает целый модельный ряд. И первая поставка укулеле Мартин для Дитсона состоялась 7 декабря 1915 года. Интересный факт об инструментах той эпохи и укулеле в частности состоит в том, что тогда в основном колки были деревянные. Для того, чтобы настроить струну, нужно было коносообразный шток слегка вытащить назад, подтянуть струну и вставить обратно. Я сам пробовал такую систему, и это весьма неудобная и непростая задача. В 1923 году Гарри Лехант пишет в компанию Мартин об этой проблеме, на что они ему отвечают, что скоро появятся панцентованные колки Гровера. Подобную механику можно встретить и в наши дни, к примеру, на банже. Вот еще, кстати, классная фотография. Это 1925 год, на которой сотрудник компании Мартин Эрл Хернзел шлифует укулельные корпуса для компании Дитс. В том же году штамп Мартин заменяет штамп Дитсон на грифе, и штамп Дитсон остается внутри укулелья. И в дальнейшем компания Мартин будет поставлять для Дитсона укулелье вплоть до 1929 года. В мае 1929 года Чарльз Дитсон умирает, а 28 октября того же года случается Черный понедельник и крах на бирже. Начинается Винникодепрессия, и в 1930 году здание компании Дитсон в Нью-Йорке продано, а торговые площади сданы в аренду. А в 1931 году Дитсон поглощен компанией Теодора Прессера. На этом история компании Дитсон заканчивается. Но есть одно ключевое событие, которое произошло в 1916 году, которое я специально пропустил и оставил напоследок. Вскоре после первоначального заказа Дитсона, Гарри Лехант, менеджер Нью-Йоркского магазина Дитсона, Попросил изготовить гитару большего размера на основе гитары, Недавно построенной компанией Мартин для исполнителя по имени майор Килакай. И этому инструменту будет суждено корней изменить облик современной акустической гитары и музыки в 20 веке. Но это уже совсем другая история, которую мы расскажем в нашем следующем выпуске. Так что не убегайте далеко и оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok